Привет всем! Вот так вот на конец августа расцвела ипомея. Обильное вот такое вот цветение. Выращивали ее через рассаду, сеяли в конце апреля в теплицу, наверное где-то 20-22 апреля, а затем уже подросшую рассаду всего, вот такую вот, как бы она такая маленькая лианка была, выращивали ее и высаживали уже в открытый грунт. Наверное ближе к концу мая, начала июня. Сперва как бы она не особо росла, приживалась, наращивала корневую систему, ну а затем как бы последовал такой бурный рост именно зеленой массы. То есть растение сперва наращивает именно вот эту вот зеленую массу, а затем уже радует своим таким вот пышным, обильным и очень красивым цветением. Никаких подкормок, никаких удобрений. Замечательно растет, поэтому не требует особого ухода. Главное, соорудить вот такую какую-то опору, чтобы растение смогло как бы на ней обосноваться, обвить все, а затем уже она будет свисти и радовать вас. Вот здесь вот на яблоньку тоже забралась одна ипомея. Вот такая вот высокая-превысокая. И много-много цветочков. Чем ближе вот к солнышку, тем она лучше цветет. На тоненьком-тоненьком стебельке, вот у земли, тоненький вообще, крохотный стебелек. И вот так вот она забиралась и распустилась. Здесь тоже вот ипомейка. Как бы здесь у нас бочка стоит, железная. И вот так вот завивает она все. Облагораживая хотя бы немножко. А здесь еще один кустик, состоящий из нескольких растений. Наверное, штук пять или шесть ипомейка. Сплелись вот так вот воедино. Ну, тоже цветут. Но нужно отметить, что они вот не так обильно все-таки цветут. Наверное, потому что одно растение, когда вот оно разрастается, это лучше, чем когда несколько саживать в одно место, в одну лунку. Конкуренция, поэтому только где-то выше на макушке такое вот обильное цветение. Тоже можете представить, это какая огромная высота. И вечно зеленые листва, поэтому какие-то беседки, перголы, еще что-то можно вот так вот обвить, арки. И будет очень-очень красиво. Особенно для арок это подходит, потому как именно на вот этой вершине арки будет вот такое буйство цветов. Поэтому выращивайте ипомею, и она обязательно вас порадует вот таким вот красивым, замечательным, обильным цветением. И будет каждое утро поднимать вам настроение, если оно вдруг у вас как бы не задалось. Обязательно. Все будет хорошо. Ну, а всем тем, кому видео понравилось, обязательно подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, и заходите почаще в гости. Всем пока-пока, и всего самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok